Волонтеры помогают посетителям сориентироваться. В первый же час после открытия амбулаторию в Станице Анапской посетили около 50 человек. Все вместе, все рядышком. Проходи, проверяй себя, следи за своим здоровьем. Это самое главное. Станичная амбулатория практически полностью укомплектована специалистами. Пока нет только окулиста. Он приехал специально на День здоровья из городской больницы. Также пригласили кардиолога. Местный в отпуске. Кроме того, во дворе передвижной флюорографический кабинет. Медики говорят, что такое решение для сельской местности является оптимальным, при этом действенным. Флюорографическое исследование является основным исследованием в ранней диагностике туберкулеза и заболеваний легких. Поэтому каждый пациент флюорографию должен делать. Хотя бы раз в год. Население сельского округа 23 тысячи человек за прошлый год увеличилось на 2,5 тысячи. Прежде всего за счет внутренней миграции. Здесь отдельный территор, который мы будем именно ориентировать, здесь будет наша диспансеризация. То есть профилактика, здесь будут все специалисты, которые будут привлекать людей на своевременно раннюю диагностику и диспансеризацию. Мария Варламова показывает исполняющие обязанности заместителя главы города Екатерине Боровской будущий стационар на 9 коек, которые планируется открыть в следующем году место действующего трехместного. Помещение выделил муниципалитет. А вообще, а как принимать врачей? Хорошо. Замечательно. Очень хорошо. Какие-то есть предложения, может быть, замечания, что-то вот на повестке дня, что-то стоит такое? УЗИ больше нужно. УЗИ больше нужно, да? По словам исполняющей обязанности заместителя главы города курорта Екатерины Боровской, аппарат УЗИ приобрести вполне реально. Сейчас рассматриваются самые разные варианты. Главная задача же таких профилактических мероприятий – дать возможность всем, без исключения жителям, следить за своим здоровьем. Медицинские десанты еженедельно высаживаются в аббулаториях города и сельских округов. Традиционно каждый день здоровья посещают до 400 человек. Есть определенные планы работы на предприятиях нашего города, то есть проводить такую агитационную работу среди трудовых коллективов, для того, чтобы они впоследствии приходили на наши дни здоровья, которые проходят как в городе, так и в сельской местности. По статистике, заболеваемость туберкулезом и сердечно-сосудистыми заболеваниями в муниципалитете – одна из самых низких в крае. Основная задача – организовать работу так, чтобы желание населения заботиться о своем здоровье совпадало с возможностями.